Приветствую всех любителей бокса! Закончился ивент от Эдди Хирна, состоявшийся на лондонской арене Александр Пэлэс, где интересными для нас были два поединка, поскольку еще один бой, он присутствует в телеграм-канале, впрочем, как и все другие бои, вот, показать я их не могу, поскольку YouTube меня забанит, я не хочу этого, а вот вы можете зайти по ссылкам, которые расположены как в описании видео, так и в первом прикрепленном комментарии, в телеграм-канал The Ring Show и наслаждаться боями. Ссори за видео, есть подрывы, есть некоторые задержки, но все смотрибельно. Итак, первый поединок, который лично мне доставил огромное удовольствие, это Феликс Кэш против Магомеда Мадиева, победитель получил вакантный интернациональный пояс чемпиона по версии WBC в среднем весе. Поединок, в принципе, прошел, как мы и предполагали. Мадиев показывал очень неплохую скорость, очень неплохую комбинаторику, действительно, в некоторых эпизодах очень качественно дорабатывал, но вот держать волну, увы, у него не получалось. В некоторых эпизодах он очень классно начинал, но складывается впечатление, что у него быстро кончается бензин, и ему срочно нужно отпедалить на заправочную станцию, чтобы подзаправить свои баки. А вот Кэш работал на довольно-таки высоком темпо-ритме, да и с плотностью у него было все в порядке, ну и самое главное, все он это делал постоянно. Мадиеву огромный респект. Единственное, что ощущалось в стиле Мадиева, это отсутствие опыта, действительно, прохождение полной дистанции против качественного соперника, к которому Феликс Кэш и являлся. Феликс работал, работал постоянно, он нанес практически в два раза больше ударов, нежели Мадиев, поэтому и заслужил победу единодушным решением судей, несмотря на то, что оказывался на конвасе во втором раунде, пропустив очень качественный левый боковой, который Мадиев нанес на сближении. Это была такая кочерга, которая, ну, просто великолепная. И в финальном десятом раунде правый прямой пропускает Кэш. Правда, на конвасе-то он не оказался, успел зацепиться за канаты, но все-таки левой варежкой конваса коснулся, за что и был отчитан. И у него сняли один пункт на картах судей в финальном раунде за постоянное удержание. В финальном раунде, действительно, особенно после нокдауна, Кэш цеплялся за Мадиева, как утопленник цепляется за Соломинку. Но Кэш побеждает, Мадиев не слишком был доволен результатом, но, в принципе, ну, реально Кэш победил по праву. Он доминировал по крайней мере в восьми из десяти раундах, только вот второй он проиграл и финальный. В остальных он просто перебрасывал ударами, причем акцентированными и точными, в отличие от Мадиева, который очень часто проваливался в защите, в отличие от того же Кэша. Поэтому Кэш победил. Джон Фишер, Габриэль Энгема. Если вы посмотрите этот поединок, ваши глаза будут исторгаться кровавыми слезами, а из ушей также потечет кровь. Потому что, ну, я не знаю, Джона Фишера так превозносят, читаешь статьи, там, вот, новое поколение, там, будущее британского хэви-вэйд. Да говно он полное. Человек, который не может поставить, что называется, соперника под свой джеб, вот, и координированно наносить удары правой. То есть, ну, простыми двойками работать. Недаром есть пословица, не зная, что делать, работать двойками. Здесь же он пытался изобразить из себя этакого стопроцентного панчера, который сносит соперника своими ударами. Это выглядело довольно-таки жалко. Габриэлю Энгему большой респект. Выстоял, не усрался, дал хорошую оппозицию. Сделав из Фишера идиота, здорового, туповатого, даже не боксера, раздавальщика ударов, махальщика руками, где-то так. Не знаю, что он нашел Тайсон Фьюри. Может быть, действительно, как спарринг-партнер Фишер просто бубочка-няшка, но как боксер, в общем, отвратительное зрелище. Ну и главный бой Даниэль Джейкобс против Джона Райдера. Сразу скажу, что я не согласен с результатом. По крайней мере, четыре эксперта ввели онлайн подсчет этого боя. И со счетом у меня 116-114. Два эксперта показали тоже 116-114. И еще два показали 117-113. Но в пользу Джейкобса. То есть и у меня как бы Джейкобс выиграл этот поединок. Если внимательно рассматривать бой, то пять раундов можно отдать Джону. Особенно вот во второй половине, когда Даниэль начал проваливаться и, по сути, подставляться. И разъе его. Тренер спрашивает, что ты делаешь на ближней дистанции? Давай, дуй на дальнюю. А на дальнюю, в общем, оставаться уже сил просто у Джейкобса не было. Поэтому он, как только, в общем, Райдер поднимал обороты, Джейкобс проваливался. Но семь раундов выиграл Джейкобс. Не знаю, почему 115-113 двое судьи отдали. Может быть, у них какие-то, в общем, свое виденье. Но я соглашусь с третьим, который дал 115-113, повторюсь, 116-114. Он на нашей карте победил Джейкобс. А что дальше? Эдди Хир, ну, собственно говоря, по барабану кто победит. Он в любом случае выигрывает. Поскольку, если не Джейкобс, то, в общем, Джон Райдер составит конкуренцию по версии WBA. А нынешнему обладателю этого титула, Саулю Альваресу, по крайней мере, так должно быть. Поскольку и поединок-то был отборочным по версии WBA, Super Middleweight. Но, насколько, в общем, у Джона Райдера получится подойти к поединку против Сауля Альвареса, пока же только время. Мне кажется, что, в общем, этот бой, если и состоится, то хрен знает когда. Еще раз хочу сказать, что все поединки смотрите в телеграм-канале. Ссылки в описании, в первом прикрепленном комментарии. Ну, также мне интересно ваше мнение относительно боев, которые были в центральной части ивента от Эдди Хирна. Интересно, в общем, почитать, что же вы думаете о самих поединках, о результатах. Ну, и какое ваше видение таковых. За сим разрешите откланяться. Всего доброго. Встретимся в понедельник в Zoom, во вторник в очередном выпуске The Ring Show. В среду снова в Zoom, в четверг в прямом эфире. Все. Пока.